Честно говоря, я абсолютно не ожидал, что здесь такой крутой аэровокзал. Это скала, короче, она полностью внутри изрыта, как бы там раньше был, как он назывался, для атомных подводных лодок, в общем, чинили. О, блин, я вот сюда хотел. Слышал, да? Да, слышал, хотел побывать на эти гроты. Да, вот отсюда выход. А вход там, где мы помнишь, первый мостик приезжает. Йопер на театр, смотрите, какое место. Вот просто приходишь, это как в кино, вот так вот садишься, вот так вот сейчас случилось, о, и смотришь вперед. И вот такой вид у тебя. Это как в каком-то фильме было, такой, но там фон был нарисованный, а здесь настоящий. Все же с палаткой, да, можно приехать? Утром берем, с каяком, а потом ветером по ней отдаешь его. Ага. Мать моя женщина. Вот, друзья мои. Короче, ставишь штатив, начинаешь что-то рассказывать и абсолютно по барабану что-то будешь рассказывать, потому что тебя будут смотреть не из-за того, что что-то умно говоришь, а из-за того, что вот такой вид. Вот если все получится, все срастется, я перееду в Крым, примерно так будут выглядеть мои видеоролики. Как вам? Вообще, просто природа, конечно, умопомрачительная. Виды сумасшедшие. Да, ребят, виды здесь, конечно, просто умопомрачительные. Жесть. Смотрите. А там уже открытое море. Такое ощущение, как будто кто-то специально, знаешь, камни расстыл, дерево посадил, бонсай. Это реально, даже не верится, что это такое все натуральное. Ну да, как на фиолет похоже. Блин, вот грязище только-стоп. Пипец. Как можно вот здесь вот взять и выкинуть мусор? Я не знаю, у меня бы руку оторвало бы вместе с мусором, наверное. Просто вот реально ходишь, смотришь и поверить невозможно, что это все натурального происхождения. Что не прикладывал человек руку. Человек прикладывал только к тому, чтобы загадить эту красоту. Море хабариков, фантиков. Как можно в таком месте выкинуть мусор, я вообще не понимаю. Вот перейду в Крым, заведу себе пару любимых мест. Вычищу их сам лично, блин. Да, блеска просто. Вот что у человека в голове, который может вот сесть вот на этот камень, да, смотреть вот туда, и курить, и разбрасывать хабарики. Блин, ну свиньи. Честно говоря, мне вот это место даже больше чем-то понравилось. Вот именно за счет деревьев они какое-то такое предают. Здравствуйте, друзья, с вами снова Ян Ларос. И сегодня я вам расскажу про очередной пляж в Крыму. Пляж возле мыса Фиолен. Скоро на экране, следите. В день вылета у меня самый обалденный ужин. Или обед, или нет, что вообще. Сельный ужин. Прощайный, да. Чебуреки, шашлыки, маштыки, все, что хочешь. Короче, сейчас мы подкрепимся. Билеты я взял. Для Феды. Да, самолет у меня в 3 часа ночи. Крымский шашлык. Крымский чебурек тот, что съел. Сейчас буду крымский шашлык. Когда был в Судаке, мне какая-то женщина написала, что приходи там, куда-то там, в кафе в какой-то, я тебе чебурек обогащу. А я это сообщение увидел только, когда уже приехал в Севастополь. Вот. Вот такая вот печальная история. А так мог бы еще в Судаке чебуреков попробовать. Сравнение. Ну, всему свое время. Обязательно еще приеду. Дождик прошел. Такие селевые потоки. Еду в Симферополь. Самолет у меня в 3 часа ночи. В 5.20 я буду уже в Москве. Блин, такое вообще облегчение, что не придется трястись двое суток на автобусах, на машинах. Просто вообще жесть. Короче, дает до Москвы, а с Москвы уже не знаю. Надеюсь, что получится походить, поснимать. Если не получится, то полечу сразу в Минск. Короче, уже там, в Симферополе, когда буду, посмотрю, сколько билетов куда стоит, сколько на поезд, сколько на самолет. И там уже решу. Я нахожусь в аэропорту Севастополя, откуда я лечу сначала в Москву, потом из Москвы буду выбираться в Минск. Самолет у меня в 3 часа ночи. И этим выпуском, можно сказать, что мы подводим итог нашего путешествия по Крыму, которое продлилось в течение, ну, чуть больше недели. Фух, сейчас разберусь, как мне попасть в аэропорт. И пойду... не знаю, что пойду делать. Сейчас, надо сообразить, устал я как собака, честно. Мозги уже совсем не соображают. Мало бы понимать, что происходит. Нифига какой аэропорт их сделали. И оперный театр. Я думал, здесь вообще какой-то отстой творится. А здесь крутой аэропорт. Напоминаю вам, друзья, что после того, как вернусь в Минск, я начну выпускать ролики такие, которые информационные, можно сказать, в которых я буду рассказывать обо всех факторах, которые мне здесь удалось выяснить. о ценах на недвижимость, о городах, о курортах. В общем, расскажу все, что удалось узнать за это время. Поэтому подписывайтесь на канал прямо сейчас. Будет интересно, будет очень много информации. Ну, это для тех, кто не в курсе. Честно говоря, я абсолютно не ожидал, что здесь такой крутой аэровокзал. Что-то где-то в интернете я смотрел. По-моему, даже за 15-й, что ли, год. Чтобы было гораздо хуже и скромнее. Все, гад грохали какой. Надо будет посмотреть, когда успели так облагородить аэропорт. Я помню, что он такой полусоветский был. Такой подубитый, подушатанный. Вообще геть можно. Короче, мой электронный билет надо будет распечатать. Здесь есть какие-то хитрые устройства, на которых можно распечатать. Готово. Ну что ж, друзья, вот и подошло к концу нашего путешествия. Через пару часов мой самолет до Москвы. Ну, а там до Минска. Неделю я провел в Крыму. И что я могу сказать? Крым меня поразил. Это, как говорится, любовь с первого взгляда. Но пришло время прощаться. Прощаться, я надеюсь, ненадолго. Я обязательно сюда вернусь. Спасибо всем жителям Крыма, которые встретились мне на пути. За их доброту, за их искренность и за их настрой. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо Крыму за то, что он есть. И спасибо Богу за то, что он создал такие дивные места. Все, друзья, увидимся. Через пару дней. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok